Ваше предпосадительство, господа послы, уважаемые участники конференции. Прежде всего, хотелось бы сказать, что очень приятно, что появляется возможность проводить мероприятия уже в очном формате. И хотя еще в очном формате народ немножко отвык проводить, и не так много людей, я думаю, будет возможность потом в онлайн-формате ознакомиться с результатами наших дискуссий. Да? Да. Хорошо. Приветствую вас всех на открытии конференции, посвященной вопросам суверенитета и независимости в контексте угроза вызовов для современной Армении. И, естественно, в первую очередь хотелось бы поблагодарить общественную организацию интеграции и развития, Евразийский экспертный клуб и Российско-армянский университет за предложение обсудить такую важную на фоне происходящих в мире процессов тему. Сегодня проблематика суверенитета, когда окружающий наш мир достаточно динамично меняется, становится все более взаимосвязанным и в то же время турбулентным, как никогда актуальна. Мы видим, как на наших глазах трансформируются роли значения государств, неправительственных организаций и бизнес-структур, особенно имеющих транснациональный характер. Все это, естественно, требует глубокого осмысления и выработки соответствующих подходов. В то же время становится ясно, что основными игроками на международной арене по-прежнему остаются государства с их национальными интересами. Но это не означает и не предопределяет жизнь в режиме соперничества и разобщенности. Напротив, современные вызовы должны подталкивать к сложению множества уникальных потенциалов. Поэтому активно развиваются различные интеграционные проекты, как глобальные, так и региональные. Примеров этого предостаточно. На европейском континенте это ЕС, в азиатском регионе ШОС, ОСИАН, ну и, конечно, все более эффективно работающие на наши интеграционные структуры Евразес, ОДКБ. Понятно, что от уровня и глубины интеграции в рамках того или иного объединения определяется, в какой степени страны-участницы должны передавать свой суверенитет национальным структурам. Если говорить о ЕС, например, то там о суверенитете государств, я думаю, вы со мной согласитесь, можно говорить очень условно. При всей видимости самостоятельности столиц, по большинству вопросов, они так или иначе вынуждены выполнять волю Брюсселла. В то же время, передавая часть своих полномочий, государства, конечно, получают и определенные бонусы, например, в виде укрепления своей безопасности, причем не только физической, но и экономической, что высококонкурентность современной среде является немаловажным фактором. Отдельный вопрос в контексте нашей сегодняшней темы касается сети интернет, где вопрос суверенитета совершенно не отработан. С одной стороны, происходящие в киберпространстве процессы несут серьезные риски и новые вызовы для государств. С другой, им предоставляются широкие возможности, которые при грамотном подходе можно весьма успешно использовать. Достижения в области технологий, информации, транспорта существенно глобализировали современный мир. Поэтому большинство возникающих проблем рано или поздно становятся общими, либо, как минимум, получают широкую международную проекцию. Наиболее ярко этот тезис подтвердила накрывшая нас в прошлом году пандемия коронавируса. Однако проверку ею оказались готовы пройти далеко не все. Очевидно, что гораздо более уверенно этот непростой период прошли самодостаточные страны с четко сформулированными национальными интересами и самобытными ценностными платформами. А укоренившийся на Западе миф о всепобеждающей поступе ультралиберальной модели развития был в очередной раз развенчан. Сегодня международные отношения без преувеличения подвергаются испытанию на прочность. Надеемся, что все их участники, наконец, придут к осознанию безальтернативности ООН-центричного миропорядка, который был сформирован по итогам Второй мировой войны и обладает большим запасом прочности. Зафиксированные в Уставе Всемирной Организации принципы остаются незыблемым фундаментом для выстраивания межгосударственного общения в современных условиях. А учреждения системы ООН должны основаться основными координирующими механизмами многостороннего сотрудничества в интересах эффективного решения общих для всего человечества проблем. Россия, как один из ключевых международных центров, продолжит продвигать конструктивную объединительную повестку в противовес той линии, которую проводят страдающие неизлечимым эгонизмом наши западные партнеры. Декларируя по привычке свое моральное лидерство, они, отбросив элементарные правила приличия, пытаются подмять мир под себя, заменить международное право собственно изобретенным миропорядком, основанным на неких правилах, вторгаются в общественные процессы в других государствах, насаждают там чуждые ментальные и нравственные устои, способствуя тем самым разрушению национальной идентичности и традиционных ценностей. Поэтому проблематика суверенитета, на наш взгляд, должна рассматриваться главным образом через эту призму. И здесь, как представляется, у России и Армении имеется очень широкое поле для сотрудничества, с учетом того, что ценностные вопросы являются тем пластом, который очень крепко связывает наши народы, подтверждая их духовную и цивилизационную близость. Наши государства не только могут, но просто обязаны плотно взаимодействовать по указанной тематике. Искренне надеюсь, что сегодняшнее мероприятие придаст определенный импульс развитию такого диалога и поможет найти ответы на многие поставленные вопросы. Желаю всем нам плодотворной работы. Спасибо.